Друзья, я хочу с вами поговорить на одну тему, на тему набивки и закалки ваших ударных частей, конечностей, как мне задали вопросы, можно ли там набивать в каком-то возрасте или еще что-то укреплять наши, например, ноги, кулаки и все остальное. Так я вам хочу на эту тему довольно-таки подробно кое-что сказать. Дело в том, что я совсем недавно встречался с каратистами, которые уже со стажем, им уже порядочный оклет, и многие из них говорят, что у них уже болят суставы, повреждены руки, крепитация и все остальное. То есть они говорят, что это как раз результат вот той набивки, когда они закаляли себе руки и возможно они где-то переусердствовали. Так я скажу следующее на эту тему. Конечно, руки свои закалять надо, но закалять надо в меру. То есть надо подготовить их для того, чтобы вы понимали, что вы можете сделать. Вы должны знать свои возможности. Только вот имейте в виду, что у человека возможности не безграничные, далеко не безграничные. Человек, ну, в принципе, не может со всей силы, например, ударить кулаком в стену, в бетонную, например, или, например, в какую-то, в чугунную или в стальную. Он просто себе повредит руки. Это надо понимать, что металл, он, естественно, крепче, чем любая рука. Это раз. Но мы должны еще с вами знать одну вещь, что в бою мы должны наносить удары мягким по-твердому, а твердым по-мягкому. И тогда уже актуальность набивки, она уходит на второй план. Если ты будешь все время набивать вот эти вот себе ноги или руки, или еще что-то, ты должен понять, зачем ты это делаешь. Если ты военный человек, и тебе надо вступить в бой смертельный уже завтра, или еще что-то, и тебе для этого нужно, чтобы твое тело всегда было готовое к бою, Конечно, в этом случае надо себе закалять руки, закалять ударные части тела. Когда мы знаем, что мы работаем твердым по-мягкому, а мягким по-твердому, мы уже сами понимаем, насколько актуально нам нужно закалять наши руки. Вот со мной находится его зовут Игорь, и мы с вами сейчас покажем, точнее, мы с ним сейчас для вас покажем, куда же надо наносить удары, и стоит ли вообще делать закалку своих конечностей. Первое. Никогда мы не бьем твердым по-твердому. Что это значит? Лобная часть у человека как броня, как броня у любого человека. И черепная коробка, черепная кость чаще всего намного крепче, чем кисть, потому что здесь очень много костей, сочленений и так далее. Они довольно-таки мягкие. Если попасть кулаком в лоб, например, и человек, даже бывали такие, да, смыслы, люди сами подставляют голову, чтобы человек сломал себе запястье или сломал себе кулак. Так вот у меня, например, я в свое время в армии колол доску шестидесятку, значит, 6 сантиметров, разбивал кулаком. Но один раз подрался на улице, человеку попал в лобную часть вот этой костью, и у меня вот эта кость сломалась, и вот эта кость просто уехала. Как бы вы не закаляли руки, то есть надо бить мягким по-твердому, а твердым по-мягкому. Поэтому, если мы бьем твердым местом, самая мягкая часть на голове, это челюсть, она подвижная. Она подвижная, в нее можно бить. Если вы попадете в скулу, вы, конечно, можете там повредить, или сейчас у вас недостаточно сильный удар. Но, может быть, даже от удара в скулу вы можете себе сломать конечность. Вот эти косточки вот здесь переламываются. Такое происходит очень часто, особенно у боксеров. Так я вам скажу следующее. Руки надо не закалять, а укреплять. Вот это очень важно. Как мы укрепляем руки? Например, я работаю по боксерскому или по тайскому мешку. Никогда я не тейпирую, не перебинтовываю руки. А знаете почему? Потому что чем чаще вы перебинтовываете руки, тем слабее у вас рука становится. Просто мышцы, которые должны укреплять вашу вот этот сустав, они становятся все больше и слабее. Поэтому не надо бить со всей силы, особенно по твердому мешку. Надо бить аккуратненько. Мешочек надо выбирать. Обязательно максимально мягкий, максимально тяжелый и максимально мягкий. Для чего? Для того, чтобы вы могли по мешку бить со всей силы, сколько у вас есть, и вам это не повредит. Вот это вот очень важно. Итак, что такое твердым по мягкому? Твердая конечность в мягкую часть. Пальцы твердые по сравнению с глазницей. Попадаем в глазницу. Попадаем опять же твердым по шее, попадаем по мышцам твердым, рассекаем мышцы. Попадаем по мышцам, перерубаем мышцы. Бьем только по мышцам. Можно еще по плавающим ребрам пробивать твердым. Они тоже касаются мягким, тоже твердым по мягкому, потому что эти ребра плавающие, они ломаются. Также мы пробиваем локтями, все это пробиваем вот сюда. Если попадешь локтем вот сюда, локоть, скорее всего, ты отобьешь. Да, ты можешь и человеку рубануть, но ты останешься без локтя. Дальше. Бьем мягким по-твердому. Если человек наклонился, пробиваем ладонью, ни в коем случае не кулаком, ладонью в череп. Пробиваем отсюда ладонью. Пробиваем мягкими местами, мясом своим. Мясом пробиваем по твердым местам. И то только для того, чтобы просто противника оглушить. Мы его даже не вырубите. Поэтому вот эти вещи мы должны с вами очень-очень хорошо понимать. Если человек вам наносит какой-то удар, нанеси, пожалуйста. Вы встроились с него, мягко приняли. И посмотрели, куда надо попасть. Либо пальчиком сюда, либо вот сюда, этими местами. Либо локоточком вот сюда наложить, либо локоточком снизу поддеть. Я выслеживаю, когда я пробиваю твердым по-мягкому, твердым по-мягкому. Либо я пробиваю мягким по-твердому, именно ладонью. Накладываю свои удары. Поэтому мы должны укреплять свои конечности, чтобы они не вихлялись. Чтобы они встраивались в тело человека. Но набивать это, ну это не совсем правильно. Да, можно немножко закалить и все остальное. Но поймите, чаще всего в драке этого не хватает. Если вы будете бить твердым по-твердому и мягким по-мягкому. Бьем твердым по-мягкому и мягким по-твердому. Тогда сразу встанет все на свои места. Тогда будет работать именно техника. А эта техника всегда рулит. Еще я добавлю к этому делу. Очень важно, чтобы от этого ребра, рамы жесткости, до локтя была прямая линия. И кулак тогда уже не обязательно сжимать. Просто пропадайте вот этим ребром. И можно вот этим ребром просто творить чудеса. Чем вы сильнее сжимаете кулак, то медленнее скорость вашей руки. Рука должна быть расслаблена, но вот здесь должна жестко удерживаться прямая линия. Вот здесь, чтобы кулак не сюда, не сюда не заходил. Но есть еще одна фишка, о которой многие боксеры просто не знают. То есть ты наносишь удар в тело, и когда ты только его нанес, внутри тела ты делаешь за счет мышц, вот этих мышц, ковыряние внутри тела. Это называется вкатка. Это такой удар выводит человека из равновесия. Ты наносишь удар сюда, а его крюка даешь, винта даешь ему куда-то в голову, например. Или отсюда ты накручиваешь по ногам. Через одну часть, по ногам, да. Вот такие вещи, когда мы ковыряем, например, попали вот этим местом, закончили вот этим местом. Или начали этим, этим закончили. Этим начали, этим закончили. Или этим начали, этим закончили. То есть уметь вкатывать в тело. Все. С вами Груздин Кухаил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...